Девушки отдыхают Уровень меметичности Ломают всяческие четвертые стены И так далее Даже некоторые переозвучивают Диалоги из оригинального Half-Life В том же стиле Чтобы наложить их на необходимые куски Это очень смешно Обязательно погуглите, посмотрите У вас в рекомендациях будут постоянно выпадать Замечательно Спасибо, мистер Фрейман Вы полностью победили В Киберпанк 2077 Не будет катсцен от третьего лица Вообще Включая даже сцены секса Даже сцены секса в Киберпанк 2077 Будут от первого лица Звучит кошмарно Но на самом деле никакой проблемы здесь нет Когда Киберпанк 2077 анонсировали Я помню очень многие бугуртили Когда узнали, что игра будет от первого лица И они такие Господи, как так можно? Почему? Ведь Ведьмак был от третьего Как же мы теперь будем ассоциировать себя с этим персонажем И смотреть на его клевую броню Волка? Я не понимаю совершенно в чем была проблема Почему люди боятся каких-либо изменений Это же здорово Это совершенно новая игра Она будет совершенно по-другому работать И совершенно по-другому восприниматься Кроме того, если уж мы прям закапываемся То Ведьмак, он был про конкретного персонажа Про Ведьмака Мы смотрели его историю со стороны Киберпанк же позволит нам создавать своего персонажа Все можно будет делать так, как ты захочешь Прямо как это поется в песне Историю можно будет менять Перестраивать по своему, собственно, желанию И поэтому игра будет идти от первого лица Чтобы ты мог себя ассоциировать, собственно, с героем Поэтому никакой проблемы здесь не вижу Другая интересная особенность состоит в том Что CD Projekt Red показали новый геймплей Собственно, Cyberpunk 2077 И вот тут наступает интересный момент Потому что в этом геймплее обнаружился О господи, даунгрейд И игра в этом геймплее выглядит заметно хуже того Что нам показывали Особенно людям понравились шестиугольные банки И, собственно, персонаж Киану Ривза Выглядящий так, как будто бы он вышел с PlayStation 2 Выглядит, конечно, поразительно смешно Но проблема здесь, скорее всего, не в даунгрейде Насколько можно судить по технологиям По разборам, собственно, технологий в Cyberpunk 2077 Игра ориентируется сразу на, собственно, топовые ПК И консоли следующего поколения Если, ну, хотя бы посмотреть Вот тот самый известный кадр Когда герой выходит из здания На ту вот известную площадь Ну, вы только посмотрите на количество объектов Персонажей Сложную геометрию всего этого города Это определенно делается не для текущих консолей Поэтому для того, чтобы эта игра нормально работала На PlayStation 4 и Xbox One И ее, видимо, будут очень сильно резать Так что моя теория в том Что вот этот вот даунгрейднутый геймплей Просто был снят с консолей текущего поколения Ну, основные продажи, видимо, пойдут на них А тот классный графонистый геймплей Был снят, скорее всего, с ПК Ну, или уж давайте поспекулируем с PlayStation 5 Я думаю, она у них уже есть Заряжайте свои смартфоны, друзья Raid Shadow Legends Это совершенно новая коллекционная RPG Которая стремительно захватывает игроков по всему миру Более 10 миллионов человек за полгода Это впечатляет Что же такое Raid? Это более 400 чемпионов 16 фракций Эпическая сюжетная кампания Тактические бои PvP-сражения И еще море интереснейшего контента Но самое крутое, конечно же, беспрецедентный для телефонов графон Детализация у чемпионов просто безумная Мой новый любимчик Хромовник Потому что Deus Vult Для каждого в рейде найдется что-то свое Но лично мне больше всего нравятся традиционные тактические бои По заветам классических RPG Кроме того, игра постоянно развивается В следующие 6 месяцев появятся новые боссы, фракции, арены Скучать точно не придется Игра замечательная Просто посмотрите на более чем 300 тысяч отзывов в сторе Где у Raid почти идеальная оценка Но не нужно верить мне на слово Она бесплатная Просто скачайте и попробуйте Так что качай Raid только по моим ссылкам И получишь 50 тысяч серебряных монет А также эпического чемпиона В качестве бонуса для всех новых игроков Удачи! И жду тебя в рейде А теперь рубрика Командер оправдывается за прошлый выпуск К прошлому выпуску было огромное количество претензий Формат записывается вот так вот сходу Без сцена и у меня есть только план И очень многие вещи Ну сходу естественно забываются За что я сразу извиняюсь Надо будет наверное в начале каждого выпуска Вешать типа Дисклеймер так и так Все помнить всегда невозможно Но с другой стороны я хочу заявить Что почти все претензии К прошлому выпуску были Как раз таки из-за Незнания людей с претензиями То есть мне предъявляли претензии Говорили что я не прав И давали неправильные факты Например касательно собственно Проблемы Диснея и Сони Люди почему-то считали что Марвел и Дисней платили за фильмы Про Человека-паука Что естественно полный бред Ну а касательно игры Dark И Epic Games Store Я не сказал в ролике о том Что разработчик Dark Хотел чтобы игра выходила И там и там И он обратился к Epic Games И они ему отказали в этом Они хотели только эксклюзивность Это я не сказал об этом Потому что это не имеет вообще Никакого отношения к теме новости И совершенно никак не влияет На собственно идею Которую я пытался донести Но на всякий случай извиняюсь Да Бета-тестирование режима Сквадрон 42 Из Star Citizen Было перенесено на 3 месяца Какой кошмар Но это на самом деле опять же Новость достаточно глобальная Она касается не то что вот этого вот Конкретного режима А всего Star Citizen Потому что все его называют Чуть ли не новым МММ Они аккумулировали какие-то безумные Короче деньги на производство этой игры Они продают эксклюзивные корабли Своим игрокам за безумное бабло А недавно еще был совершенно замечательный ивент Если ты задонатил на игру Достаточно много денег По-моему там было 1000 долларов Ты мог купить То есть ты не получал в подарок Ты получал возможность купить билет На эксклюзивное мероприятие Где тебя кормили в какой-то столовке На котором тебе представляли Новые корабли Которые ты можешь купить Это конечно очень смешно Потрясающие совершенно способы заработка денег Но знаете на самом деле Опять же нет никакой проблемы Если бы это было что-то мутное Если бы это все были какие-то обещания будущего Что мол Ооо у нас будет Марк Хэмилл Вот вот И игра вот вот сейчас будет Я просто не помню сколько лет уже игра разрабатывается Года 2013 по-моему Если бы они все это время обещали игру И вот сейчас вот вы только закиньте еще пару тысяч долларов И сейчас вот сейчас будет бета Тогда да Но вы можете пойти и поиграть в Star Citizen прямо сейчас И все огромное количество катсцен с этими голливудскими актерами Мы тоже уже видели Поэтому игра существует Это не какая-то огромная обманка И такая игра естественно стоит очень много денег Ну и не надо забывать что сколько они там 250 миллионов потратили на производство игры Это не то чтобы огромные деньги Ну то есть это достаточно большой бюджет для видеоигры Но далеко не самый крупный Да это определенный рекорд В вопросе краудфандинга Это конечно невероятно Но когда ты делаешь игру такого масштаба Они будут симулировать там целую вселенную Ты можешь спускаться к планетам Там выстроены города Да ну это просто безумная какая-то вообще проработка космического симулятора Плюс сюжет с голливудскими актерами Плюс невероятный графон Такая игра стоит очень много денег Поэтому проблемы я никакой не вижу Опять же повторюсь Игра уже есть Вы можете пойти и поиграть в нее прямо сейчас И количество контента и разнообразных возможностей в этой игре растет с каждым месяцем Поэтому Ну перенесли и перенесли Бывает Как говорил величайший человек в игровой индустрии Как же он сказал Кирилл, где нахуй? Я не лошарь, я охуенный, а ты говно какое-то В общем суть была в том Что лучшая игра будет нормальная через три месяца Чем фиговая сейчас Так что подождем, увидим А теперь остро-социально-политическая новость Потому что министр культуры Мединский Назвал людей, которые читают комиксы Дебилами и ущербами Молодежи нужно доступным языком объяснять исторические события Но только не в формате комиксов Потому что комиксы для тех, кто не умеет читать Заявил министр культуры России Владимир Мединский Комиксы это для тех, кто плохо умеет читать Я очень плохо отношусь к комиксам Комикс это как жевательная резинка Ну как вам сказать, это не еда Комикс это ориентация должна быть на ребенка Который только учится читать До 7-8 лет Но взрослому человеку читать комиксы Это признаться, что я дебил Малолетний Я читаю комиксы И тут есть дополнительная цитата Которую я раньше не видел Коллекционировать их, наверное, можно Это прикольно Но не читать Новость, конечно, не совсем про игры Но на самом деле нас касается Потому что сегодня он сказал про комиксы Завтра он скажет про игры Это как бы шо-то-шо-это Это такая вот не очень-то популярная культура У наших властимущих, так скажем Я сразу говорю, что сам я комиксы не читаю Но не потому что читаю их плохими А потому что просто не понимаю Я был воспитан в библиотеке И с компьютером в руках Поэтому как бы я больше вот-вот про игры И классические книги У меня просто очень много друзей Которые комиксы и делают И читают, и коллекционируют И меня очень забавляет их реакция Потому что все начали внезапно Очень сильно бомбить на Мединского Типа, да как? Да комиксы не для дебилов Да ты не прав Там ситуация была на самом деле в том Что у Мединского спросили А давайте мы будем, типа, подросткам Рассказывать историю в виде комиксов Хорошая же идея Люди будут развлекаться И люди будут учиться одновременно А Мединский, он как бы У него диплом исторический И он вот из-за этого начал бомбить Но я вам хочу напомнить Что несколько лет назад Был скандал В котором Мединского Хотели лишить его Собственно дипломной работы Поэтому я просто не понимаю Почему слова этого человека Должны хоть для кого-то Хоть что-то значить Забейте, господи Прошел на днях Новый Nintendo Direct Где Nintendo показали Новиночки на Nintendo Switch Ну из интересного Там портируют на Switch Overwatch Портируют Assassin's Creed 4 Assassin's Creed Rogue Короче, очень много всего На Nintendo выходит Какие-то Катастрофически Огромное количество игр Да, многие из них порты Но Игры есть игры Вот на самом деле Я считаю Если это хорошая игра Пусть ей 5 лет Почему бы и не иметь Ее в портативе Офигенно же Плюс Nintendo Наконец-таки Представили Игры с NES То есть у них есть Вот эта вот подписка Онлайн В которую можно играть В различные игры С оригинальной NES И целый год Люди требовали Nintendo Дайте нам игры С других консолей И наконец-таки Nintendo представили Игры со SNES С одной стороны Это, конечно, потрясающе И замечательно С другой Вся вот эта вот Подписка онлайн Людей очень сильно бесила Потому что реально Целый год Люди ждали Какие-нибудь нормальные Игры в этой подписке Они им кидали Какой-то трэш С Дэнди 30-летней давности Идея в том Что подписка Была запущена Ровно год назад В тот момент Огромное количество людей Купили подписку на год Она дешевая Покупать ее не на год Не имело никакого смысла И ровно сейчас Когда у всех этих людей Закончилась подписка Nintendo такие Так, стоп Стоп Не отписывайтесь Подпишитесь обратно Будут игры со SNES Эм, блин Это такое палево Ребята Ну как-то надо было Это осторожнее Может быть месяц назад Это все представить Чтобы как-то это было помягче Потому что теперь Совершенно очевидно Что в подписке Nintendo Online Еще год не будет Ничего интересного Ну это как-то Прям стыдно Но самое интересное В Nintendo Direct Было то, что Они анонсировали Deadly Premonition 2 И порт первого Deadly Premonition На Nintendo Switch Кто в танке? Deadly Premonition Это совершенно Удивительная игра Это как, знаете Есть вот эти вот Настолько паршивые Поганые фильмы Что люди их смотрят Из-за того Насколько они плохие Они вот веселые Поэтому Ну как Как известная комната Томми Вайзо Бывают такие же игры Но их очень мало Потому что игры Это как бы Другое медиа Если игра плохая В нее просто Некомфортно играть Ну игры про геймплей И Deadly Premonition Это одна из тех Редких игр Которые настолько Паршивые Настолько ужасные Что люди в них Из-за этого играют Это потрясающая игра Теперь она есть На свече Но Кому в голову Пришло анонсировать Вторую часть Это как Какое-то Совершенно Удивительное событие Это потрясающе Это супер Все давно мечтали О втором Deadly Premonition Обязательно поиграть В первую часть Если не играли Там конечно Не было Также за последнее время Вышло несколько Крупных И очень интересных игр Давайте по всем Быстренько пройдемся Во-первых Вышел Control от Remedy Здесь появятся Средние оценки Которые игре поставили В основном Игра всем в целом Зашла Ее хвалят За потрясающий графон И за Ну кто-то хвалит Кто-то в недоумении Но все-таки Сюжет в игре Достаточно Интересный Он мутный Он странный Он очень напоминает Фанфик по SCP SCP Сосать! Но если вам нравится Тайны И вот все такое Таинственное То вам зайдет Однако игру Очень сильно ругают За левел дизайн Потому что В этой игре Постоянно Вы будете теряться И не понимать Куда нафиг Надо идти Кроме того В игре Карта Нарисована Определенно Не студия Артемия Лебедева И она совершенно Не помогает С ней Если вы будете В этой игре Просто использовать карту Вы будете еще больше путаться Чем понимать Куда вам надо идти Поэтому Если вы вот ненавидите Вот эти вот моменты Когда вы долбитесь В одну и ту же стену И не можете понять Куда блин Здесь идти Вам эта игра Определенно не понравится Далее Вышла игра Man of Medan Не знаю как правильно Считается Медан Медан Это игра Собственно От разработчиков Until Dawn Если помните На Playstation 4 Было такое Эксклюзивное кинцо Которое примерно Как Heavy Rain Только Man of Medan Также получил Хорошие оценки Поэтому Если вам нравятся Кинцовые игры И хорроры То вперед Из песни Эта игра Вам должна зайти Вышла Gears of War 5 Которая Теперь называется Просто Gears 5 Пишут Что прям возвращение Того самого Gears of War С новыми механиками Под современный мир Поэтому Отлично Всем играть На всякий случай Напоминаю Что если у вас есть Xbox Или А да Игра же не вышла На Playstation На всякий случай Напоминаю Что вы можете Не покупать себе Полную игру За 4000 рублей А просто купить себе Подписочку Game Pass Она есть как на ПК Так и на Xbox Можете просто На каком-нибудь Левом сайте ключей Короче купить себе Ее на 2 недели Рублей за 120 И спокойно Пройти себе Gears of War 5 Сюжеточку И чувствовать себя Замечательно Также какое-то время Назад Вышел WoW Classic У нас на канале Есть неплохой ролик Про него WoW Classic Это по факту Тот же самый WoW Из 2004 года Поэтому Если вас напрягали Вот современные Вот эти вот Супер упрощенные Казуальные MMORPG Где ты бегаешь Бесконечно Циферки туда-сюда Ничего не понятно Донатить надо И так далее То попробуйте WoW Classic В нем есть своя проблема Например касательно Квестов Потому что большая часть Квестов Написанных в 2004 году Это буквально Соберить 10 хвостов Но тем не менее Бесконечный Хардкор Необходимость Социализироваться С людьми Это очень весело Вот особенно Общаться с людьми Идешь просто по полю Видишь Чувак превозмогает Не может там Какого-нибудь Орка завалить Ты бац Ему помог Вы подружились Вы пообщались Добавили друг друга Там вконтакте Короче Абсолютный кайф Я кайфую Игра заработала Сразу какие-то Безумные рейтинги Все кинулись играть Но вот Примерно спустя Недельку Все устаканилось На серверах Больше нет очередей Можно Нормально Спокойно Играть И прокачиваться Ну и да Теперь просто Все смеются Над чуваком Из Blizzard Который Несколько лет назад Ну у него Спросили Типа А что Вы вот Закрыли Значит Пиратские Сервера С ванильным WoW Вы будете там Запускать Вот WoW-то Классик какой-нибудь А он ему сказал Типа Поверьте Вы не хотите WoW-классик Вы думаете Что хотите Но вы не хотите Поверьте Вот интересно Что он теперь думает Ему наверное Так стыдно Капец Ну и так же На Nintendo Switch Вышла новая игра Platinum Games Astral Chain Игра совершенно Потрясающая Я в нее Сейчас играю Просто Вынос мозга Какая она крутая Да В большей своей части Это просто Аниме Потому что У игры Очень сильно идет Напор на сюжет В кои-то веки В слэшерах Сильный напор на сюжет Диалоги И так далее Но это как Хорошее аниме Знаете Большая часть аниме Оно какое-то идиотское Непонятно Че вы несете О чем вы вообще Разговариваете Почему вы мне Это рассказываете Здесь Аниме В хорошем смысле То есть Диалоги Написаны Очень интересно Геймплей Тоже очень хороший Множество Интересных фишечек Там Основа Собственно Состоит в том Что вы полицейский Вы приходите На место преступления Исследуете Анализируете Выстраиваете Собственно Процесс Совершения Преступления А потом Начинается Икшон Который выстроен Вокруг Собственно Цепи У вас есть Как в Джоджу Примерно Такой станд Огромный мужик За вашей спиной Их несколько Вы можете их выбирать И с помощью цепи И собственно Этого станда Вы и сражаетесь Станд сражается Сам по себе Ваш персонаж На самом деле Доволен слабенький Ну и вот так вот Все происходит Игра очень круто Сделана Очень интересная Но Этой игре Катастрофически Тесно На свече Потому что Насколько Эта игра Офигенно Просто Потрясающе Крутая Настолько же Плохо Она выглядит На свече И это просто Это просто Какое-то Преступление Против человечества По-моему Игра Ну плюс-минус Она стилизована Она выглядит Хорошо Ну В теории Вот Сам стиль Но Игра работает На 30 кадрах В секунду Постоянные Просадки Вроде бы Разрешение Само по себе Не то чтобы Низкое Но в игре Нет никакого Сглаживания Поэтому Картинка Очень сильно Пикселит Просто Вот эти вот Лесенки Размером с кулак На это Больно смотреть При этом В игре Очень много Эффектов Ну это игра Platinum Games Просто Эффекты Во все стороны Все взрывается Все в каком-то Аниме Происходит И из-за Низкого разрешения И низкого Фреймрейта Просто не видно Что происходит На экране Ну это просто Преступление Против видеоигр И это Эксклюзив Nintendo Switch Поэтому я Очень сомневаюсь Что эту игру Портируют Куда-то Может быть На какой-нибудь Switch 2 Лет через 7 Портируют И она будет Наконец-то Выглядеть И работать Нормально И то вряд ли Я Я не знаю Меня просто Вообще Вымораживает Эта ситуация Остается Наверное Ждать Когда допилят Эмулятор Switch Он уже В достаточно Неплохом Состоянии Запускает Множество Игр Может быть Через годик Через два Можно будет Поиграть В Astral Chain Там в 4К 60 фпс Нормально На пике В эмуляторе Но пока Насколько Эта игра Потрясающе Офигенная Настолько Я вам Ее Не рекомендую Чисто Из-за Технического Ее Состояния Ну и тут На самом деле Есть новость Касающаяся Astral Chain Хидеки Ками Директору Директор Он не директор Ну в общем Человеку Ответственному За студию Platinum Games Начали предъявлять А че это Эта игра Эксклюзив На Nintendo Switch Он сказал Я просто Рабочий Ко мне пришли Nintendo Заказали игру Вот ваша игра И Геймеры Начали Заваливать игру Единичками На метакритике И в итоге На данный момент Пользовательский рейтинг На метакритике Составляет 6 из 10 Это Совершенно Ужасно По-моему Есть определенная Вот эта прослойка Геймеров Которые совершенно Просто какие-то Офигевшие Которые скорее всего В игры особо не играют Но зато Обожают Сраться про них В интернете Кто-то скажет Что я один из них Но Этой игры Вообще не было бы Если бы в дело не вступила Нинтендо Но вот так вот получилось В итоге такая вот ситуация Ничего не поделать И Незаслуженную игру Конечно заваливают Плохими оценками Хотя на самом деле Я начинаю сейчас задумываться Но продолжая эту тему Тему Офигевших геймеров Которые творят Какую-то Лютую дичь В стиме Выросли цены На Серию игр Total War И вместо 2000 рублей Теперь они стоят По 2500 Добро пожаловать В Россию Добро пожаловать В капитализм И добро пожаловать Собственно В рубль Который ничего не стоит Игры В реальном мире Стоят 60 долларов Считаем Туда-сюда Получается Как раз Примерно 4000 рублей И То что У нас есть Собственно Региональные цены Это нам Очень сильно Везет И Издатели По чуть-чуть По чуть-чуть Начинают Эти региональные Цены Убирать А хеймеры Недовольны И поэтому Они задизлайкали И завалили Собственно Игры Total War Плохими оценками А что это Здесь делает Есть хорошая игра Которую завалили Плохими оценками Не за Содержание Самой игры А только потому Что кому-то Что-то Где-то там Не понравилось Я считаю Это ненормально Я считаю Так делать Очень плохо К тому же Ну блин Вина Не игры Здесь Вина Вот ситуации Политической Наверное Которая существует Сейчас в мире Поэтому Пожалуйста Так не делайте Ну и продолжаю Тему О которой Я на самом деле Совершенно забыл Я не знаю Может быть Я пытался Стереть Из памяти Суть в том Суть в том Что за последнюю Неделю Очень много Людей В игровой Индустрии Обвинили В сексуальных Домогательствах В том числе Это был Разработчик В том числе Это был Один из главных Разработчиков Очень известный Очень любимый Многими Игры Night in the Woods Алик Холовка А также Известный Композитор The Elder Scrolls Джереми Соул Конечно же Ни у кого Нигде Нет доказательств Как это Существует В современном мире Но история Пошла еще дальше Вы уже все Наверняка Об этом Прекрасно знаете Потому что Алик Холовку Обвинила Известная Шлюха Индустрии Зоу и Квинн В результате чего Алик Холовку Выперли Собственно Из студии В которой он Сделал Night in the Woods Но это не то Чтобы студия Это вроде Три друга Которые вместе Сделали игру Как бы Разорвали с ним Деловые отношения Из-за чего Алик Холовка Покончил с собой Тут надо Наверное Конечно Упомянуть Парочку нюансов Потому что Сестра Алика Которая собственно Сообщила о том Что он погиб Она сказала Что у него Долгое время Были всякие Психологические проблемы И он работал С специалистами Для того чтобы Собственно Своё состояние Как-нибудь Улучшить Но и история У Зоу и Квинн Какая-то совершенно Абсурдная Что-то из разряда Десять лет назад Ей было негде жить И Алик пригласил Её к себе Как бы чтобы они Могли у него Там работать вместе И он вроде бы Её удерживал У себя дома И чё ты с ней делал Вот они Всегда вот Во всех таких ситуациях Они такие Но он меня не изнасиловал Но вот Чё-то вот Он как-то Что-то вот Что-то он сделал Никто таки не понимает А что он сделал-то вообще А доказательства-то где Ты о чём вообще Чтоб вы понимали Я на всякий случай Вам напомню Кто же такая у нас Зоуи Квинн Зоуи Квинн известна тем Что она устроила Такое событие Как Геймер Гейт Она изменяла Своему парню По-моему С пятью мужиками Одним из которых Был один из журналистов Катаку С которым она спала Для того Чтобы он писал Об её отвратительной игре Она С большой гордостью Называет себя Геймдизайнером Хотя она делает Какие-то текстовые квесты Также Зоуи Квинн Известна тем Что она собирала бабло На Патреоне И на Кикстартере Для производства Какой-то визуальной Никакая игра Ни про какого рестлера Не вышла А бабло Она забрала себе И всем сказала Ну вот Тех денег Как-то вот Вообще не хватило Поэтому В общем Мы игру не сделали И в этой ситуации Меня больше всего удивляет Почему спустя Вот всё это Спустя все эти случаи Которые доказаны В отличие от обвинений Зоуи Квинн Кто-то ей верит Также буквально На днях Появился Ответ Собственно От коллег Алика Холовки Которые сообщили Почему они разорвали С ним отношения Ответ их Получился какой-то Совершенно мутный И невнятный Что-то вроде Он конечно Мой дорогой друг Но Наше решение Было принято На основе Долгих отношений Мы хорошо знали Этого человека И якобы Вот его поведение Если вот По его поведению Судить То в принципе Можно поверить В эти обвинения Поверить Зоуи Квинн Этот ответ От коллег Алика Выглядит как полный абсурд Выглядит как будто бы Они испугались Скандала Решили по-быстрому По-быстрому Разорвать все контакты С Аликом Лишь бы На них не перешла Эта проблема А теперь Очень тупо Нагло И жирно Оправдываются Я совершенно не понимаю Что происходит Почему этим абсурдным Обвинениям Кто-то верит Почему это все Вообще Работает В этом мире Почему люди Которых обвиняют Без каких-либо доказательств И которым ломают Жизнь и карьеру Не идут в атаку В ответ Была недавно История Собственно С подобными Обвинениями Крупного ютубера Про Джареда Очень долго Народ не понимал А почему Про Джаред Не отвечает На обвинения Мол Он вообще Никак не прокомментировал Свои обвинения Потому что Про Джаред Пошел в полицию К адвокатам И они провели Расследование Всего этого дела И они нашли Виноватых Я конечно не знаю Если там будет Или там Какой-то реальный суд Или расследование Но тем не менее Про Джаред В каком-то смысле Восстановил свое имя Может быть и не на сто процентов Но тем не менее Он это сделал Так почему Вот все вот эти Вот обвиняемые Они не идут в полицию Они не идут в суды Я конечно Не в курсе Собственно Судебной системы Законов США Но Существуют же Как бы такие преступления Как клевета Доведение до самоубийства И так далее Почему по всем этим пунктам Ни Зоу Квин Ни других обвинителей Никто собственно не обвиняет У них нет никаких доказательств Это все происходит Вот так вот в народе Это меня просто Выводит Ладно Оставим этот вопрос Тут на днях Некая компания Решила возродить Telltale Games Но Не будьте обмануты Потому что Ну по факту Это не Telltale Games Это совершенно нечто другое Просто Некая компания LCG Entertainment Что сделала Она выкупила имя Telltale Games И права на большую часть Собственно Интеллектуальной собственности Telltale Games Но при этом Это не значит Что были взяты Обратно сотрудники Многие сотрудники Конечно Telltale Games Ну старого Начали возмущаться Мол как так Почему вы забираете Себе На что они ответили Что большая часть Сотрудников Telltale Games Нужен счетчик Сколько раз я сказал Telltale Games Могут быть взяты Обратно Сначала На статусе фрилансера Если они сработаются То потом их Возьмут обратно В штат В каком-то смысле Это очень хорошо Вообще хорошо Что Telltale Games Умерла Потому что Последние годы Она ужасно Стагнировала Все игры Выходящие у них Были очень скучными И очень одинаковыми И я очень надеюсь Что они возьмут Собственно имеющуюся Интеллектуальную собственность В том числе Замечательный The Wolf Among Us И возродят Это достойно Современному хеймингу Возьмут новых сценаристов Возьмут новых продюсеров И вот Из этой вот Нудной стагнации Которая была У Telltale Они сделают что-то новое Крутое Может быть на новом движке С новым графоном Сделают новый Wolf Among Us Или что там еще было У них хорошего Многим понравился Borderlands Бэтмен и так далее В конце концов Больше игр Не меньше игр Правильно? It's official You suck Ну и под конец На самом деле Не то чтобы новость Но Тут какая история На известный подкаст Джо Рогана Пришел Джон Карма Собственно известнейший Разработчик Дума Тот самый чувак Который сказал Что сюжет в играх Он как сюжет в порно Он как бы Есть номинально Но в этом подкасте Он сказал Несколько очень интересных вещей Например Он сказал Что Не нужны Законы против Кранчи В игровой индустрии Как вы знаете Последний год Все очень сильно Бомбят с кранчей Кранчи Это когда разработчиков Заставляют Перерабатывать Но без этого Никогда ничего хорошего Не выйдет На самом деле Практически Наверное На всех Крупных Замечательных играх Разработчики Перерабатывали Работали там По 15 По 18 12 часов в сутки Спали в офисе И все в этом духе Когда у тебя Игра вот-вот Уже выходит Там она выходит Через неделю Через месяц А у тебя Тебе надо вылавливать Патчи То-се Время перед Релизом игры Это всегда Самое-самое-самое Адское Время В офисе И время для Работников С одной стороны Конечно Это плохо С другой стороны Это Во-первых Необходимо Без этого Ну никак И никуда А во-вторых Люди Которые перерабатывают Их никто Не заставляет Перерабатывать Конечно Есть кое-какая Такая политика Что мол Вот если ты Не перерабатываешь То как бы Ты вот Не с нами И возможно Мы тебя чуть позже Уволим Но на самом деле Конечно Никого реально Не заставляют Не нравится Иди работать В другую компанию Если ты хороший Специалист Ну и самое главное За переработки В студиях Платят какое-то Бешеное Совершенно бабло Поэтому люди Вот за Эти вот Переработки Они после них Уходят на Отпуска Совершенно С огромным Количеством денег И поэтому Многие довольны Но куда интереснее Он сказал другое Что огромная проблема Современной Игровой индустрии Состоит в том Что Все Крутится Вокруг Фокус-групп Если Раньше У вас был человек Который Своё видение Свою игру Вот делает И потом Он выпускает Это в мир Это либо Кому-то нравится Кому-то нет И это становится Культовым Не становится То есть У нас есть Произведение Искусства То сегодня Игра делается Приходит Фокус-группа У них Все спрашивают Их опрашивают Нравится Нет Потом У нас там Есть более-менее Игравельная Демка Приходит Фокус-группа Из мамаш Детей Всех подряд Им нравится Или нет Игра делается В итоге Условно говоря Для нормис Для обычных людей Которые Может быть В игры не играли Может быть Ничего толком Не знают Туда всегда Стараются Набирать Самых разных Людей И очень часто Эти люди Как бы не геймеры И вот Вы понимаете Игры делаются Не человеком Который хочет Что-то донести Игры делаются Продюсером И фокус-группами Это достаточно Фигово Но Проблема в том Что игры стали Стали стоить Очень дорого И производство Их Это всегда Ну просто Реально Огромный риск Вложить там В игру 150 миллионов Долларов И не получить С нее Ничего Поэтому Все так и работает И поэтому Сегодняшние игры Похожи Одна на другую Как две капли Поэтому Имея Например Рейтинг С метакритика Какой-нибудь Тренистатистической Игры Вы сразу Можете сказать Что это за игра Какая она Что в ней есть Какие в ней фишки И так далее Это печально Но Такова индустрия Поэтому Собственно Огромное количество Людей И играют В инди игры Которые Независимы Ни от кого Если вы Знаете Знакомы с английским Если это вас интересует Послушайте Собственно Подкаст Джо Рогана Там Кармак Очень много Всего интересного Рассказывает В первую очередь Касательно Технологий Он же Программист Невероятный Он Шарит Именно за Технологии За будущее И так далее Что ж Ребятки На этом все Выпуск Получился Очень длинный Но Надеюсь Он вам Понравился Многие Бомбили Типа А зачем Так долго Это 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 Чуваке Длинный Контент На ютубе Это здорово Вам не обязательно Смотреть его Вы можете Играть В свой World of Warcraft Или там В свою Факторию Во что вы там Играете Вы можете Послушать Это Пока Вы не знаю Моете посуду Или прибираетесь Дома Это Вот что то Среднее Между Хорошим Интересным Концентрированным Видеороликом И подкастом Вот так Вот это Работает Нравится мой контент Подписываемся На канал Ставим лайки Естественно Да Голосуем лайками Если вам нравится Такой формат Мы будем с ним Работать С ним заниматься В описании Найдете Ссылочки На всякие Мои другие Социальные сети Я стримлю Сейчас Ну почти Постоянно Каждый четверг И воскресенье И на стримы Часто приходят люди Типа А что ты не стримишь На основных каналах Я вот люблю это Но типа Не знал вообще Что ты стримишь Поэтому Чуваки Я стримлю На отдельном канале В описании Найдете ссылочки Там же найдете ссылочки На другие вещи Которые вас могут Заинтересовать Ну просто посмотрите В описании Если вам Там все написано Если вам что-то Из этого интересно Приходите Подписывайтесь Буду вас очень ждать Ну естественно На экране сейчас Бежит список Замечательных людей Которые подписаны Меня на патреоне Вкладывают Свой финансовый вклад В развитие Моего творчества Огромное вам Спасибо за это Подписывайтесь Приходите в дискорд Буду вас ждать Не на самом деле В WoW Classic Играть не с кем Это печально Лично Если что Я играю на сервере Хроме Если что Это не реклама Мне за это Близзард Больше не платили Но я играю На этом все Всем спасибо Увидимся в следующий раз Блядь А вдруг я буду сейчас Как Тоха Логвинов Короче Поэтому если вы Вот ненавидите игры Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Смешно Спасибо за просмотром Продолжение следует...